здравствуйте друзья я двигаюсь на урок новая группа начинается а в каждой новой группе я веду первый урок и последний виду про поиск работы и вот день сегодня такой что с одной стороны новая группа что часто бывает с другой стороны 25 лет с того дня как я начал работать в тестировании программного обеспечения а это имело большие последствия для многих стран так скажем вот мы со светланой сегодня сутричка это воспоминания погрузились и всплыли там какие-то детали которыми я хотел с вами поделиться как бы мемуарный жанр так значит мы приехали когда в сша в девяностом году самом конце время было припога ниши в том смысле что уже началась рецессия а мы еще ну я без языка вообще света там как-то без профессии без понимания того на каком мы свете вообще чуть чем заниматься как жить и тогда в общем фигня и мы какое-то время так скажем года полтора ушло пока мы занимались фигней то есть я работал в двух местах на пол ставочки и не 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 пол ставочки что я говорю в одном месте три часа в день в другом месте два часа в день ну да как бы пол ставочки да как пять часов день еще надо было между ними проехаться как следует вот в одном месте 15 долларов час в другом месте я боюсь соврать 10 ночи и светлана тоже примерно тем же занималась то есть мы обучали потерявших работу людей же было рецессия многие люди теряли работу и были такие non-profit и где они за три копейки там значит государство оплачивал повышали квалификацию народу и вот я работал в такой корейской конторе в сан-франциско в китайской конторе в окленде тут через дорогу через мост переехал в общем а светлана в такой же конторе в городе работала в сан-франциско в мексиканской arriba juntas называлась вот короче мы там работаем а три копейки получаем можно сказать в союз печати там дерьмо качаем да три копейки в общем неважно фигово нам и как тут у нас один студент есть на днях там софия его брат на практику там отправляла а он значит говорит не для того меня мать рожала сказал он чтоб я ручным тестированием занимался и вот чувствуем мы что не для того нас матери на свет произвели чтобы значит там союз печать дерьмо качать три копейки получать то есть чувствуется какое-то знаете диссонанс такой внутри да и мало того что диссонанс но и ком в горле так еще значит и семестровая система понимаете да значит финансирование должно быть чтобы чтобы даже вот эти три копейки получать должно быть финансирование с тремя копейками и тут получается такая история что семестр заканчивается летний это был летний семестр и у света в этом риба хунтас и у меня в обоих местах а может быть даже там не в обоих а в одном из двух но все равно это это совсем потеря в деньгах такая катастрофическая и очень грустное такое состояние и думаю мы черт возьми неужели на вэлфер знаете как не хочется хотя был фирмом конечно это 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 прикрывает но все равно ну что за радость хочется как-то на ноги встать можно в стране полтора года в общем было это 31 июля июля у свет и закончился этот самый летний семестр и ей выдали чек 31 июля ей дали последний чек и она знает что больше работы нет и тут значит звонят ей и говорят что да она пришла домой что-то поспать легла настроение неважно разбудил ее телефонный звонок звонит какой-то рекрутер она уже рассылала резюме знаю там такие дела но и вдруг звонит какой-то рекрутер и говорит так мол и так давайте мол в понедельник встретимся в пола алта неподалеку значит и там есть позиция в стэнфордском университете есть госпиталь большой там 5000 человек работает и в общем вот там есть позиция в департаменте который значит занимается переподготовкой медсестер для работы на новых системах там компьютерных которые они внедряют это девяносто второй год представьтесь ну значит да а им непременно пички на а света у меня кандидат педагогических наук вот им непременно пички и вот в понедельник встретимся а я в это время был на интервью в компании куда меня приятель привел ну просто как бы так видя как я маюсь я рассказывал мне дал книжку почитать по программированию карни генричи там си программинг это известная книга на легендарно вот и вот я почитал он меня привел туда поговорить в пятницу же вот тот же самый день когда у светланы был последний день и они мне в пятницу же и говорят все может нормально выходи говорит ну поскольку знать тогда как-то вот сложно было пока компьютер те зарядить там где-то его купить надо там админ должен его настроить тестер вот у нас там не позвонит не полагалось компьютер трогать вот ему дают там приходит админ все наладят работы вот короче им нужна была неделя чтобы мне оборудовать рабочее место значит это было пятница 31 июля мне дают оффер и говорят в понедельник 10 августа выходи на работу это в пятницу и тут свете гает интервью у нее а понедельник то ближайшие свободные правильно значит понедельник свободный из сан-франциско вот с той стороны приезжаем мы в стэнфорд тут 10 минут вот в ту сторону 15 и вот значит приезжаем и в стэнфорд то сначала точнее в кафешечку там было кафешечка и рекрутер с ней поговорил я не помню чем такой солидный такой в галстуке тогда рекрутеры все белые были знаете сейчас одни индус а тогда все были того такой белый культурный такой в галстуке вот и подъехали бы пару кварталов да да стэнфорда она там пошла на интервью ее внизу в машине подождал там прилично часа полтора на заднем в общем короче возвращают не свету в понедельник и оффер у нее у светы и такой оффер слушайте значит если у меня там был ну фактически как бы интерншип такой да там тысячу долларов в месяц которые через три месяца превратились там в 28 тысяч в год то ей дают худо-бедно сразу 36 тысяч эти 36 тысяч вы все какие-то деньги вообще мы квартиру снимали за в сан-франциско мы снимали за 745 долларов ван бедром довольно просторный а потом мы сюда переехали сняли кондо но там уже был не ван бедрум там уже было фактически но как бы 3 бедрума так получалось как бы 2 бедрума и лофт такой открытый а мы этот лофт раму поставили ковер на нее повесили получилось 3 в общем так интересно неважно большая квартира кондо то есть там изоляция другая стиралка сушилка внутри за тысячу долларов 995 вот этому но мы еще не платили столько мы платили 745 в сан-франциско поэтому для нас даже 1000 долларов были деньги я до этого зарабатывал на двух работах что-нибудь ну там 1200 в месяц ну света там такой план поэтому ее 36000 это было в полтора раза больше чем мы вдвоем до этого зарабатывать можете очень неправильно считаю 2 ты туда так и так и есть вот поэтому это были жуткие деньги со страховкой медицинской там все культурно и случилось это вы знаете вот это состояние когда ты переходишь от мысли о том что но все вот там в понедельник пойду на волфер на учет становиться знаете как вот и когда у тебя сразу оффер в пятницу и оффер в понедельник и в следующий понедельник 10 августа вот сегодня мы отмечаем 25 лет я это называю днем русского тестера метод пытались поправить что-то день российского тестера я конечно российский но я гораздо большей степени советские даты в нашем время там и советского союза были не из российской федерации хотя конечно из российской федерации но не важно я русско кто по-русски говорит киргизы украинцы молдаване там я не разделяю никак значит вот такой 25 лет русского тестирования русскоязычного и в этот день мы оба вышли на на первую работу то есть как бы в нашей семейной хроники это большой день такой помимо тестирования не вне связи с тестированием мы оба вышли на новую работу и происходило таким образом что я из сан-франциско на у меня был хендай такой корейский автомобиль хэчбэк так он сзади поднимался хэчбэк со стык шифтом то есть с ручной передачей вот мы сюда значит приезжали в стэнфорд я ее сбрасывал в госпитале и ехал через мост на ту сторону залива в город newark где находилась моя компания называвшаяся portfolio technologies это где-то полчаса езды занимала не не больше того вот от стэнфорда туда обратно вечером я начать туда ехал стэнфорд подхватывал светлан мы ехали в сан-франциско и это было довольно тяжелым таким мероприятием с точки зрения ну передвижение сайт знаете у нас была всего одна машина и поскольку мы днем-то работаем мы не могли ничего снять мы не могли пойти снять квартиру но и сжали по выходным сюда вот мы сейчас проехали дом в котором мы жили справа вот здесь значит наезжали по выходным ну тыр-пыр туда-сюда а у меня зарплата маленькая там 1000 долларов нас не берут то есть вроде квартира все тыр и ведь не берут денег мало хоть недостаточно зарабатываете чтобы вот такую квартиру снимать а где недостаточно возле еще остается много у нас такие правила и уже казалось несколько раз было что нас тут почти брали а потом бах и значит и отказ и кончилось с тем что мы позвонили по объявлению и откликнулась женщина риэлтор а у нее клиент который но она с ним покупала что-то я не знаю там чего-то очень короче она помогает ему найти жильца и риэлтор в этом случае получает месячную месячный рент ну там в нашем случае там тысячи долларов 995 в общем мужик дал объявление пришла риэлтор мы с ней потом задружились мы с ней покупали потом дом в лос-алтес мы его сами нашли но нужен был риэлтор мы позвонили она вообще офигел вот 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 туда пять минут значит все вот все вот на пятачке вот здесь происходил и какой-то день это был выходной день значит она нас взяла это риэлтор и провезла по нескольким точкам и мы ужаснулись тут вы спала алта какое-то было место мы ахнули точнее это был менла парк но через квартал уже был из пола алта это это было просто столица убийств сша на тот момент там по количеству убийств на душ населения какие-то люди страшные и когда в общем то может попали в эту квартирку мы ахнули сказали да это она и вот тут вот поселились и вот так так все это получилось недели три ушло пока мы сняли квартиру но тут еще тонкость состояла в том что поскольку у нас еще дочь она как раз закончила восьмой класс и ей надо было идти в хайскул сан-франциско с хайскул очень-очень сложно там есть одна очень классная называется лову но туда попасть сложно там со всего города они собирают как спецшкола получается но мы не относительно недавние у нее еще не было она не могла такие очки получить понимаете из-за английского из-за того что мы не адаптировались у нее не было несколько лет набирания этих очков в школе короче в эту ее не взяли а взяли ее там какую-то районную там вашингтон называется вашингтон хай и у нее такая репутация не очень хорошая очень и дик туда не хотелось и короче мы приходим домой и говорим переезжаем вот и вот мы с этим ура значит переехали вот сюда и мы не знали что вот это лос-алтас вот вот мы сейчас на с вами стоим на ил каменрилл вот это маунтин вью а вот это лос-алтас и вот эта часть маунтин вью тут пара кварталов принадлежит к лос-алтас ким школам в частности вот этот дом принадлежал к лос-алтас хай и мы не знали что это вообще среди русских лос-алтас никто не знал что-то было так дорого там никто и купить то ничего не мог это было такое место приблотненно она и сейчас такое и вот короче какой-то лос-алтас а как дать школа хорошая там риддлор хорошая школа с десятками там все в ночь мы пошли прошли нам объяснили как пешочком тут действительно пешочком рядом здесь минут до школы вот она там мы в общем а школа оказалась просто какой-то полнейший эксклюзив вот и из-за этой школы мы потом купили дом в лос-алтас потому что когда через пару лет встал вопрос что можно хорошо зарабатываем и у нас нет списаний с налогов то есть как много налогов платим и она сказала ну ребята вы можете купить там что хотите но только чтобы вот мы мне в школу ходить я не хочу чтобы меня при том что здесь хорошая школа тут и пола авто шикарные школы все это много чё же и кончилось то что мы купили дом когда-то в лос-алтас и вот так вот вся жизнь пошла в определенном русле из-за того что вот так сложилось и я говорю в данном случае про вот эмигрантские судьбы про вот эти перепады эти из огня до в полымя да так что воспоминания такие интересные давно было дело знаете такое ощущение что не в нашей жизни а где-то в какой-то другой то есть может быть мы там несколько жизней назад вот там жили а сейчас где-то еще но нет нет улицы те же вот дома практически те же там как немножко подстраивается но так по мелочи все то же самое все узнаваемо и вот эта плаза где мы сейчас офис сняли тоже тоже здесь было уже в то время но мы об этом мало чего знали хорошо приехал на работу прощаюсь с вами так что с днем русского тестера